Всем привет, это Скринкасты, меня зовут Григорьевич Вкопляс, я представляю Академию Больших Данных Мэйд, и мне кажется, что это смешно записывать подводку в маске Человека-паука. Так, ну что, давайте серьезно, и сейчас мы поговорим с вами про алгоритмы и структуры данных. В данном случае поговорим про алгоритмы на графах. В частности, в данный момент поговорим про один из самых известных алгоритмов на графах, а именно обход в ширину. Обход в ширину — алгоритм на графе, который позволяет вычислять кратчайшие расстояния в графе, у которого веса всех ребер равны единице. Если вы ничего не поняли, это отличный повод записаться к нам по ссылке в описании в Академии Больших Данных Мэйд. На самом деле, мы будем сегодня все еще проще, можно вообще не знать, что такое граф. Мы будем с вами играться в поле. У нас будет такая плоскость, я нашел отличный визуализатор в интернете. Надеюсь, за авторские права нам ничего не скажут, тем более, что на экране вроде все написано. Можете сами зайти поиграться. Представим такую, значит, задачу. Вот у нас есть поле, как вы видите на экране. Зеленая точка — это наш старт, красный — финиш. И мы хотим найти кратчайшее расстояние, сколько нам надо пройти клеточек, если мы можем переходить в соседнюю клетку по стране, чтобы попасть из зеленой клетки в красную. Давайте запустим визуализатор и посмотрим, что мы вообще хотим показать. Он что-то красивое пока что выделяет. Непонятно, что было зеленым, непонятно, что было голубым. Но, тем не менее, вот он нашел вполне себе кратчайший путь длины 33 клеточки, говорит, нам надо пройти, чтобы, соответственно, это посетить. Вот сейчас мы возьмем и научимся реализовывать подобный алгоритм, который для такого двумерного поля размера n на m сможет находить кратчайшее расстояние от стартовой позиции до конечной. Меня часто спрашивают, а вот вы рассказываете эту тему, а зачем она нам нужна? Ну, когда мы говорим с вами про графы и кратчайшее расстояние, не поверите, все мы живем на одном большом графе, там карты, наверное, все видели, где у нас есть всякие города, дороги, что-то они бывают платные, они бывают длинные, и вот наверняка каждый из вас пользовался каким-либо навигатором, чтобы понять, а как ему быстрее попасть из точки А в точку Б. Поэтому алгоритмы на фотографах обычно на самом деле не вызывают лишних вопросов о том, зачем это нужно. Давайте начнем с этим знакомиться, посмотрим, как это. Формат входных данных у нас будет такой текстовый, ровно тот же самый на самом деле поле, что было только что в визуализаторе, где за серые перегородки у меня будут отвечать знаки решеток, точки — это пустые клетки, зеленая, соответственно, точка — это называться символом T. Все будет так казуально, наглядно, вспоминаем консоли и тому подобные вещи. Собственно, как у нас будет выглядеть наше решение? Банально открываем файл, тут ничего интересного алгоритмического нет, мы откроем файл, считаем входные данные, после чего мы хотим запустить BFS, он же breath-first-search, да, как бы там speaking English, все дела, вот как бы по-русски уж я не буду его называть, а поиск ширину. Вот, собственно, которому мы передаем вот это поле и координаты, соответственно, стартовой и конечной точки, а он нам должен будет выдать, соответственно, длину кратчайшего пути. Собственно, также у меня есть вспомогательная функция, которая делает print field, которая не должна вас смущать, она будет вводить в красивом состоянии, собственно, наше поле. Более того, обратите внимание, уже у нее есть аргумент path, когда мы не только, значит, найдем расстояние, а еще и поймем, как именно надо было ходить, нам будет красиво еще рисоваться с маршрутом. Собственно, давайте приступим к описанию алгоритма, чтобы понять, а что мы вообще хотим написать. Для этого нам понадобится ручка, бумажка, как бы у меня, и я надеюсь, что у вас это будет немножко симпатичнее на экране выглядеть. Собственно, что мы будем делать? Значит, представим, что у нас есть наша табличка, у нас есть какие-то клетки, в которые мы уже обработали. Давайте их там пометим каким-нибудь цветом. Что мы можем сказать про ближайшие к ним клетки? Соответственно, обозначим их точкой. Расстояние до них, такое же расстояние, как и до их соседей, плюс 1. Но в чем суть обхода в ширину? Суть в том, что мы хотим посетить эти клетки после того, как посетили предыдущие. Для этого что мы будем делать? Мы заведем очередь, в которой будем хранить клетки, для которых мы знаем кратчайшее расстояние, но еще не обновили кратчайшее расстояние до их соседей. Собственно, после того, как мы из очереди будем клетку вынимать, мы будем считать, что мы все обновили, и на самом деле она нам больше не нужна. При вынимании из очереди очередной клетки мы будем рассматривать всех ее соседей, узнавать для них кратчайшее расстояние и класть в конец очереди. Нетрудно заметить, что в результате такого обхода у нас всегда в начале очереди лежат клетки с кратчайшим расстоянием до них одинаковым, а в конце будут лежать клетки, расстояние до которых не больше, чем на единицу от изначальных. Если вам интересно доказать с этого факта, который мы сейчас вам на верочку даем, то, соответственно, естественно, я приложу PDF-ку в описании. Обязательно посмотрите, все будет. Это теория. Мы стараемся не грузить вас, но кому интересно, записывайтесь в школу. И читайте PDF-ку. Собственно, что мы будем делать? Мы заведем очередь, в которой у нас будут лежать клетки, до которых мы уже знаем кратчайшее расстояние. Собственно, мы будем вынимать первую клетку в очереди, обновлять расстояние до ее соседей, расстояние до которых мы еще не знаем, после чего класть этих соседей в конец очереди. Собственно, каждая клетка у нас тогда в очереди будет не больше, чем один раз, и на самом деле это довольно эффективный алгоритм, который, забегая в умные слова, будет работать за асимптотику от N на M, где у нас N и M – это размеры поля. Чтобы пользоваться нашей очередью, надо понять, а до какого вообще клетки мы изначально знаем кратчайшее расстояние. Ну, на самом деле мы знаем кратчайшее расстояние до нашей стартовой клетки. Мы же уже в ней, поэтому кратчайшее расстояние до нее – это 0. Собственно, давайте это и сделаем. Первым делом мы заведем массив расстояний. Изначально мы будем говорить, что давайте заведем константу inf, которая в данном случае, например, нам подойдет как 10 в 9. Это какое-то очень большое число, которое больше, чем любое кратчайшее расстояние в нашем поле. Собственно, заведем двумерный массив такого же размера, как наше поле. Для этого давайте для удобства создадим переменные n, в которую запишем, скажем, что это число строк в нашем массиве строк field. А m, соответственно, это будет длина этой строки. В данном случае я не буду никакие защиты от дурака прописывать, потому что понятно, что я знаю входные данные. Поэтому, соответственно, я знаю, что строка гарантированно не пустая, никаких null-поинтеров здесь быть не может. Собственно, что мы сделаем? Мы заводим массив такого же размера. Массив расстояния. Говорим, что изначально мы расстояние ни до кого не знаем. Это то же самое, что пусть это расстояние будет бесконечно большим. Взяли, завели и перепутали n, м местами. Отличная ошибка. Ставь лайк, если тоже такую делал. Так, собственно, еще, так как нам нужно знать, до каких клеток мы уже знаем расстояние, до каких нет, это можно хитро делать с массивом d, но для наглядности давайте заведем массив used. Опять же, такого же размера. Опять же, изначально он будет инициализирован значениями false, где мы будем для каждого клетки знать, правда ли, что мы уже доставали ее из очереди или еще нет. Даже не так не доставали, а правда ли, что мы уже клали ее в очередь или нет. Так, помимо массивов d и used заведем очередь, которая в данном случае спасибо питону, мы будем называть ее деком, потому что стандартный дек есть, а со стандартными очередями там есть какие-то магические штуки, которые лично я не понимаю, потому что почти не пишу на питоне. Но, тем не менее, используя его для наглядности, мне кажется, что он воспринимается довольно просто. Если нет, опять же, поспорьте со мной в комментариях. Отлично. Значит, мы завели очередь, она же дек, но это нам не мешает. После чего нам надо в эту очередь что-то положить. Правильно? Потому что... А с чего же нам начинать? Нам же нужно какую-то первую клетку вынуть из очереди. И это, как мы обсуждали ранее, будет стартовая клетка. Собственно, мы говорим, что у нас до S, значит, нулевого, так как S это у нас кортеж, расстояние до него ноль. Также мы говорим, что used от S нулевого, S первого, это у нас true. И как раз кладем в нашу очередь значение S. Все. Дальше делаем следующую магию. Говорим, до тех пор, пока у нас len от Q, то бишь размер нашей очереди, не равен нулю. Что это значит? Алгоритм должен закончиться в тот момент, когда размер очереди станет ноль. Так как логично, нам нечего будет вынимать. Так, ну что? Значит, что мы делаем? Первым делом, давайте скажем, что вот у нас, соответственно, есть x, y. Это координаты клетки, которые мы сейчас выним из очереди. Значит, спасибо питону за некоторую сложность, потому что мы сейчас здесь пишем pop left. Тем не менее, это способ вынуть из начала очереди. Собственно, мы вынимаем какой-то кортеж координат из очереди. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и хотим перебрать всех соседей этой клетки. Как это можно сделать? Это можно сделать, перебрав их четыре штуки с помощью дублирования кода. Я таким заниматься не буду. Я покажу вам супер-пупер лайфхак, который наверняка многие из вас знают. Я просто заведу массив, в котором у меня будет приращение. Сколько мне надо прибавить к каждой координате? Значит, для начала мне нужно прибавить 0, минус 1, 0, 1, 1, 0, и, соответственно, минус 1, 0. Как раз у меня четыре соседа, это разность координат с моими соседями. Такие пары. Вот. Собственно, давайте переберем for, что мы хотим, dx, dy, in, delta. Да, заведем. Соответственно, у нас есть новые координаты nx, ny. Это координаты нашего соседа. Что мы хотим сделать? Мы хотим сказать, что это x плюс dx, и, соответственно, y плюс dy. Получили координаты. Вот так вот, без дублирования кода, в рамках данного фору у нас будут все четыре соседа. Что может пойти не так? Конкретно в нашем случае ничего, так как спасибо мне, что я придумал тест, где у меня есть каемочка из стенок по границам поля. Но, тем не менее, давайте сразу же проверим, что nx и ny это корректные координаты, то есть мы не вышли за границы поля. Делается это элементарно. Значит, что нам нужно проверить? Что координаты корректны? Координаты корректны, когда она лежит от нуля до, соответственно, n по x, и при этом она должна лежать от нуля до m по y. Так, соответственно, спасибо Python, что умеешь делать вот так вот. А именно, писать сразу же два оператора в одном выражении. Также нам нужно проверить, что у нас not used от nx и ny. Собственно, что мы эту клетку до этого не рассматривали. Более того, так как мы у нас решетками обозначены препятствия, нам нужно проверить, что у нас в данном клетке поле не стоит препятствия. Не равно, соответственно, в данном случае решетке. Вот. Что мы понимаем, что если у нас все эти условия выполнились, то мы можем взять и сделать следующие вещи. Во-первых, мы говорим, что d от nx ny равно d от x y плюс 1. Это первое. Второе. Мы скажем, что у нас used от nx ny равно true, чтобы мы больше не добавляли это в очередь, эту клетку, когда будем обрабатывать какого-то другого ее соседа. И, соответственно, нам надо добавить в очередь клетку nx ny, чтобы потом дальше от нее рассматривать ее соседей. Собственно, на самом деле это все. Единственное, что нам осталось, это вывести ответ. Ответ у нас находится в d t n0 t1, потому что кортеж t у нас отвечает как раз за конечную точку. Так, давайте запустим. И, ого, мы получили значение 33. Что, если мы зайдем в визуализатор, даже совпадает с тем, что было там. Но, как вы понимаете, если мы говорим про алгоритм на графах и про навигатор, это было бы очень здорово, если бы навигатор мне говорил, что мне до дома от школы ехать, значит, 35 минут. Это очень полезная информация. Но, а куда ехать-то? На чем ехать? На самом деле, мы часто хотим еще и восстановить путь. А как мы это можем здесь сделать? На самом деле, ровно так же, как это делается в задаче динамического программирования. Если вы не смотрели скринказ про динамическое программирование, обязательно перейдите на канал и посмотрите. Мы возьмем, и так как мы пересчитываем значение расстояний до какого-то соседа через какого-то его соседа, как бы это пафтологически не звучало, мы можем запомнить соседа для соседа. Что мы, собственно, и сделаем? Рядом с таблицей D заведем такой же двумерный массив, назовем его P, и для него будем просто запоминать, это будет у нас массив таблов, где мы будем запоминать, а, собственно, из какой клетки мы пришли. Собственно, когда мы пересчитываем значение для nx, ny, мы возьмем и в P для nx, ny, собственно, выпишем, скажем ему, что, братан, мы пришли в тебя из x, y. После того, как мы посчитали массив P, мы хотим восстановить по нему путь. Что мы для этого сделаем? Давайте заведем переменную кур, в которой будем хранить кортеж для клетки, в которой мы сейчас заходимся. Дальше заведем список пасс, в котором будем хранить наш ответ. Что мы сделаем дальше? Мы откатимся по массиву P из клетки T до тех пор, пока car не станет none, потому что none это как раз будет значение P для стартовой клетки. Что мы, собственно, делаем? Мы берем, добавляем в пасс значение, соответственно, нашей текущей клетки, где мы стоим, после чего говорим, что car это не что иное, как P от, соответственно, кур нулевого кур первого, а именно клетка, из которой мы пришли. Так, собственно, дальше нам надо не забыть сделать реверс от нашего пути, так как мы все-таки собирались идти, значит, из школы домой, а если мы будем восстанавливать в обратном порядке, то логично, что и маршрут мы получим в обратном порядке. Дальше воспользуемся магической функцией, которая у меня уже написана, а именно printfield, которая получает поле и получает путь, и, собственно, берет и в такой же символьной графике просто отмечает путь. Давайте запустим, проверим, что вот действительно у меня ноликами нарисовался какой-то путь. Единственное, что, как видите, он перезатер стартовую клетку и конечину, давайте для этого воспользуемся срезом в питоне и передадим без первого и без последнего значения наш список. Как видите, получили, что у нас, соответственно, вот наша стартовая клетка, вот наша конечная клетка, и, собственно, получили маршрут длины 33, по буковкам О он идет. В силу того, что мы перебираем соседей в определенном порядке, как вы можете заметить, он как будто жмется к правой стенке. Если бы мы перебирали соседей в другом порядке, то можно было бы и другой какой-то путь найти. Тем не менее, из нескольких путей мы находим просто какой-то. Таким образом, что мы сегодня поняли с вами? Что алгоритм на графах это не всегда сложно, это довольно наглядно, это оказывается практически применимо, и мы теперь умеем искать с вами при помощи обхода в ширину не только длину кратчайшего расстояния на клетчатом поле, но еще и сам путь. С вами был Григорий Шевкопляс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и поищите мои пальцы. Псс, они же где-то там, на меня. Скринкасты.